МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости в эфире Первого Карагандинского. В студии работает Ирина Камышова. Здравствуйте. Сегодня выпуски. Мусульмане всего мира отпраздновали Кадыртуна. Педофил изнасиловал девятилетнюю девочку. В Караганде ограбили церковь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Завершается месяц Рамазан. С 14 на 15 августа мусульмане всего мира по традиции провели Кадыртуны в мечетях. В эту священную ночь принято просить прощения у Аллаха за совершенные грехи. Не читать Коран. Новая соборная мечеть на Юго-Востоке в эту ночь собрала около 4 тысяч верующих. В храме мусульмане всех возрастов объединились в одно целое в чтении молитв и сур. Они по традиции просили прощения у Аллаха за совершенные на протяжении года грехи и просили его об исполнении сокровенных желаний. Хадыртуны, или ночь предопределения, отмечается мусульманами всего мира в честь открытия пророку Мухаммеду первой суры Корана в 610 году. Пророк Мухаммед призывал верующих проводить ночь предопределения в молитве, прославление Аллаха в мольбе к нему, в чтении Корана. Он говорил, что провести ночь предопределения в молитвах значит получить прощение всех прошлых грехов, совершенных рабом Аллаха в течение его жизни. Весь священный месяц Рамазана определенные части Корана читали частицы Корана из Алматы, знающие всю священную книгу мусульман наизусть. В эту ночь чтение Корана завершилось. Каждую ночь мы читали части из 6666 аятов. Сегодня мы завершили чтение Корана. Мы видим, что достаточно много карагандинцев пришли в эту ночь молиться, и это отрадно. Главное, чтобы все молитвы и желания исходили от чистой души. Нужно отметить, что уже воскресенье 19 августа Ураза завершится, и мусульмане будут праздновать Ураза Айт. Вчера состоялось слушание по делу Асхата Абишева. Напомним, полтора года назад Абишева обвинили за незаконное хранение оружия и героина. Подозреваемый же утверждает, что их ему подкинули сотрудники правоохранительных органов. Мирогуль Салкимбаева расскажет подробнее. Это очередное слушание по делу Асхата Абишева. Дело началось еще весной прошлого года. 28 апреля 2011 года днем Асхата Абишева задержали сотрудники УБОП и изъяли у него пистолет ТТ и героин весом чуть больше грамма. А чуть позже ему предъявили обвинение в организации разбойного нападения с целью завладения автомобилем. Как рассказывает супруга подозреваемого, дело рассматривалось в суде присяжных. Анализ работы показал, что пистолет и наркотические средства были подброшены и его должны были оправдать. Однако в ходе рассмотрения дела состав суда присяжных был расформирован на основании ходатайства государственного обвинителя Хамитовой. Вгласность везде она существует, была, есть и будет. То, что мы присутствуем сейчас на заседании, это тоже как бы дозволено. Но тем не менее, УБОП почему-то не хочет, чтобы их снимали. Они вчера попросили о том, чтобы этого не происходило. На самом деле это же все законные, обычные вещи. Почему бы, если он говорит правду, почему бы эту правду не сказать в камеру? Чего они боятся? На крыльце здания суда мы разговаривали с присяжным, это было нарушение. А второй раз они расформировали, когда нас собираясь оправдывать. Они расформировали нас, потому что сказали, что нашли пятого разбойника. Вот уже полтора года Кокабишев за решеткой. Разобраться в деле не удается никому. Нужно отметить, что сам подозреваемый вину не признает, ссылаясь на то, что героин и оружие ему подбросили. При задержании сами же сотрудники правопорядка, возмущенно говорит Асхат. Я полтора года в тюрьме на Таруси был отборный, где нет. В тюрьму приходят меня, потом не убавляют меня. Возьми пистолет на себя, рет, рет, рет. Что за диван? Мы все это сейчас в суде вышли. Там видеокамеры снимают, на елки-палки, вылезли вот так вот. Адвокат Асхата Абишева утверждает, что на момент обыска его подзащитный в совершении разбойного нападения не подозревался, да и сама потерпевшая таких показаний не давала. На тот момент личный обыск был произведен с грубым нарушением. Словом, непонятно на каком основании органы предварительного расследования пришли к выводу, что в разбой участвовал Абишев. Мне кажется, что Асхата Абишева оправдают, так как нет никаких доказательств, что он виноват. Это уже четвертое слушание, и я надеюсь, что на этом все закончится. Дело по отношению Асхата Абишева, которому предъявляют обвинения, сразу по трем статьям еще не закрыто. В ближайшее время пройдут очередные слушания. Мирамугу Салкимбаева, Толикен Рашид, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. Спонсор выпуска новостей – компания «Галакси Групп» с торговой маркой «Алюгал». Компания «Галакси Групп» вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал». Педофил изнасиловал 9-летнюю девочку в Караганде. 39-летний караганденец изнасиловал приемную дочь своего брата в частном секторе на территории района имени Казбек-Би, сообщает прокуратура. Преступник пришел в гости к своему брату, который живет с женой и с четырьмя детьми, из которых двое малолетней девочки в возрасте 9 и 5 лет. Младшая девочка – дочь его супруги от первого брака. Находясь в гостях, преступник стал распивать спиртное в компании брата и его жены. Позже брат отправился спать вместе с детьми, а супруга вышла на веранду и стала заниматься приготовлением пищи. Воспользоваться за его действием никто не наблюдает. То есть все спят, применив силу, то есть прикрыв ей рот, чтобы последняя не позвала на помощь, вступил с ней в насильственный полугар. Дежурный врач областного медицинского центра поставил диагноз – изнасилование, повреждение половых органов. Педофил, как выяснилось ранее, был судим. По месту жительства характеризуется отрицательно. Органами следствия возбуждено уголовное дело по ст. 120, ч. 4 уголовного кроссовского лекарства. Последний, то есть гражданин М, был задержан и выговорен в следственный изолятор. На сегодняшний день ведется следственное действие. Информационная ярмарка по разъяснению государственных отраслевых программ для населения прошла сегодня. Более ста карагандинцев приняли участие в мероприятии и смогли получить необходимую информацию о таких программах, как «Доступное жилье», «Занятость-2020», «Мой двор» и «Дорожная карта бизнеса». Подробности в материале Анель Шалкарбек. Найти работу, получить жилье и открыть свое дело с помощью государства – реально. Для того, чтобы население без труда обеспечивало себе достойную жизнь, работают такие программы, как «Занятость-2020», «Производительность», «Дорожная карта-2020» и многие другие. Ярмарка по разъяснению данных программ позволит населению понять принципы механизма государственной поддержки, говорят организаторы мероприятия. С этой целью были приглашены все государственные органы, которые причастны к реализации этих программ. На сегодняшний день, да, вот уже все знают, глава государства об этом говорит, о том, что государство является инициатором и главной движущей силой социальной модернизации, и является партнером в развитии и поднятии роста благосостояния всех казахстанцев. И вот надеюсь, что через такие ярмарки, такую информационную работу мы сможем максимально охватить население и призвать всех жителей и предпринимателей нашего региона к реализации всех государственных программ. Любой выпускник вуза стремится устроиться на работу, а, как известно, на работу не берут без опыта. Дабы облегчить поиск подходящей работы новоиспеченным специалистам, существует программа «Молодежная практика», которая дает возможность получить нужный опыт. Одна из участниц данной программы – Сандуаши Сенова. О программе она услышала от своих знакомых и друзей, которые также обращались в центр занятости, где и для нее нашлась вакансия по специальности. Здесь она получила возможность приобрести практические знания и первоначальный опыт работы. Также получить финансовую поддержку от государства. Сейчас я работаю в центре занятости. Работа мне очень нравится, коллектив хороший. Благодаря этой программе я получила возможность приобрести знания и также получить опыт работы. На сегодняшний день одна из актуальных программ является дорожная карта бизнеса 2020, особенности которой активно разъяснялись на мероприятии. Для развития своего бизнеса карагандинец Андрей Дедюк берет кредит в банке на покупку нового здания, где, по его словам, будет перерабатываться рыба. Он считает, что это довольно-таки перспективные направления на территории Казахстана. Благодаря данному бизнесу, говорит предприниматель, увеличится объем производства. И, конечно же, будут созданы новые рабочие места. Для того, чтобы успешно осуществить задуманное, программа «Дорожная карта» поможет уменьшить кредитную ставку по процентам, которые выдаются в банке. Мы только начали заниматься. Раньше наша фирма начиналась в свое время через бизнес-инкубатор. Такая структура была при областном акимате. Потом мы выплатили все, занимались сами. Но сейчас, для того, чтобы расшириться, мы выходим в эту программу, в «Дорожную карту». При развитии этой программы, я считаю, что финансовое положение компании улучшится. И мы сможем развиваться не только на рынке Каргандинской области, но, возможно, с выходом на рынки ближайших областей, с последующим выходом на территорию стран СНГ. Также на ярмарку были приглашены специалисты, которые проинформировали население о программе «Доступное жилье», два направления которого реализуются через банк. Это «Доступное жилье для всех категорий населения» и «Жилье молодым семьям». «Все очень просто», говорит сотрудник банка. Для того, чтобы получить достойное жилье по этой программе, молодая семья должна состоять в бараке два года. В дальнейшем они оформляются и становятся в очередь. Арендует 8 лет квартиру, в течение 8 лет накапливает на депозитет 50-50 квартир, и далее остальные 15 лет у них есть возможность для выкупа этой квартиры. По всей категории населения у них придут по общим условиям, то есть они должны будут накапливать в нашем банке на депозитет деньги, накапливать определенный срок. В дальнейшем у нас будут застраиваться новые дома на юге города. По этим условиям будет определенное количество квартир, которые будут представлены для арендов, для всех категорий населения. По этим условиям они будут именно на конкурсных условиях, а по молодым семьям они будут становиться больше. На ярмарку пришли более ста карагандинцев, и все они получили интересующую их информацию. На мероприятии были охвачены не все программы, но учитывая, что программа рассчитана до 2020 года, работа будет продолжаться успешно, надеются организаторы. И не только в форме ярмарок. Анна Шалкарбек, Толегин Рашид, Евгений Афанасьев, Первый, Карагандинский. В Караганде ограбили церковь. Вчера в Свято-Виденский собор проникли неизвестные. Зломав сейф, злоумышленники похитили крупную сумму денег и драгоценности, сообщает в ДВД Карагандинской области. Кража произошла в ночь на 14 августа. Злоумышленники вскрыли замки на одной из дверей собора и проникли в комнату епископа. Зломав сейф, неизвестные похитили 75 миллионов тенге, 50 тысяч евро и более миллиона российских рублей. Также по информации в сейфе находились драгоценности. В ходе проведения прониклистных мероприятий, значит, сотрудниками полиции задержаны трое подозреваемых, жители города Алматы. Один из подозреваемых действительно ранее работал служащим в церкви и по его наводке и совершили, то есть, призвал своих знакомых совершить данное преступление. Самому старшему из них 24 года. Совершив преступление, воры спрятали пакет с деньгами и драгоценностями под кустом в микрорайоне Кунгей. Похищенное изъято. В данный момент все трое водворены в изолятор временного содержания. Продолжаем выпуск. В Карагандинской области в результате столкновения легкового авто с грузовиком погибли два человека, сообщает Казинформ со ссылкой на пресс-службу ДВД области. По информации полиции, ДТП произошло 14 августа в 10-м часу вечера в районе поселка Ахшатау Шетского района. 30-летний водитель автомашины Тойота Карина, выехав на полосу встречного движения, совершил лобовое столкновение с грузовой автомашиной МАН под управлением 31-летнего жителя города Семей. В результате ДТП водитель автомашины Тойота Карина и его пассажир, 51-го года рождения, жители Балхаша, от полученных травм скончались на месте. Кроме того, госпитализирована 4-летняя девочка, говорится в сообщении. С 15 по 17 августа в области проходит третий этап оперативно-профилактического мероприятия «Каникулы». Сотрудники линейного отдела полиции станции Карагана-Пассажирская считают, что на сегодняшний день надо проводить работу не только с детьми, но и с их родителями. Они требуют ужесточить ответственность за нарушение правил поведения на железной дороге. Ведь только за этот год в области на рельсах погибло около 50 человек. Несмотря на то, что полицейские регулярно проводят рейды, встречаются с учащимися школ и их родителями, мало что изменилось на железнодорожных путях. Граждане умудряются перебегать через рельсы перед движущимся составом в самых неожиданных местах. Зачем-то кладут под колеса составов различные посторонние предметы, создавая угрозу схода вагонов с рельс. А уж обстрел камнями проходящего состава – это просто обязательная процедура. Причем в ней участвуют как дети, так и взрослые. Только в этом году перевозчики потеряли на разбитых стеклах около миллиона тенге. Люди, которые переходят, они не задумываются, что поезд применяет экстреможение. Если пассажирские люди падают с полок, то же поезд останавливается резким. Из-за этого у нас создаются большие угрозы частенько. В этом году у нас более 20 боев стекол. Из них 10 раскрытых. Это у нас и в отношении них направлены материалы в КЗПН. Это в отношении 70-летних. В отношении взрослых привлечены к административной ответственности. Из них у нас здесь 46, на этом уже где-то 50, более 50 экстреможений. Это люди, которые переходили с депута, выгул скота в полосе отчуждения. Машинисты применяют экстреможение. И ввиду этим идет разбой графика движения поездов. Это идет материальный ущерб государству. Не всегда получается, что кратчайшим расстоянием между двумя точками становится прямая. Сокращая путь, можно сократить собственную жизнь. А если ты еще и в алкогольном опьянении? Рукотворные памятные знаки можно увидеть вдоль железнодорожной насыпи. Этот веночек говорит о том, что на этом месте погибла молодая женщина. Мы, наверное, находимся на самом опасном перегоне 734-м километре. Слева Федоровка, справа улица Анжерская. За моей спиной автомобильный мост, а впереди железнодорожный мост. И здесь, в принципе, переходить железнодорожные пути запрещено. Но, тем не менее, мы здесь находились всего 5 минут. И уже 5 человек пытались перейти здесь железную дорогу. Как говорится, не зарастает народная тропа. Миллионы потери перевозчиков, а главное гибель людей из-за собственной небрежности не идут ни в какое сравнение с административными штрафами, которые выражаются суммой чуть больше 300 тенге. Поэтому сотрудники линейного отдела полиции требуют применять более жесткие меры к нарушителям. Пассажирские скоростные товарные поезда проходят с интервалами в несколько минут. Срыв графика движения при экстренном торможении практически неизбежен. А люди все равно идут через рельсы в неположенных местах, перегоняют скот через железнодорожные пути и не обращают никакого внимания на запрещающие знаки. Сергей Высокосов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. Это все новости на сегодня. Напоминаю, телефон нашей редакции 420649. Также не забывайте посещать наш сайт в интернете. Адрес на экране. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Сау Бунзда. Сау Бунзда.